приветствую ребята сегодня мы опять будем играть в игру под названием инскрипшн да я дошел до охотника за кадром и знаете что я блять пережил и я добыл вот это на белочу вот эту хрень тотем затем я прокачал своего малорослого на 4 в 4 урона на 2 урона 4 и ретель у него и дал ему обилку бога богомолов так что и у меня остался нож и ножницы потому что мне это потому что мне малорослый всегда выпадал так что теперь охотнику не жить а если шо у меня нож у меня нож для глаза на готове все затухает свеча как по старой ски как по старой схеме густой дым появляется ну что ж погнали давай боюсь сегодня мне придется освеживать тебя так и да я у победителя костей забрал тут вот это так что теперь мы мы просто непобедимы да ладно ты мне еще мою карту взял моя что радость да правда малорослый не выпал из-за чего шанс на смерть выйдет намного больше ничего блин он еще и вырастает только эта хрена вырос все равно не поможет хочу другое сетки на сетку и там на сетку и да хотя а тут собака уже ничего не поделаешь тут либо я либо смерть матушка все правда это мне все равно не поможет это просто обычный волк кобзда просто кобзда необычный волк выпал и нафиг пора вырезать чью-то карту существования да ладно так и сработало давай действуй все первую жизнь снесли первую жизнь снесли если шо я могу ножиком для глаза воспользоваться так что нормально и да я с я с малорослым накапливал кучу твою налево шкурок так что я наверное у нее все вы куплю ах моя очередь закончилась давай меняться давай давай вот как раз таки мою шкуру а стоп пока у меня кажется шкурки это не пизд у у у у у меня только одна шкурка у 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 ентов у 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 это совсем 2 Мой глаз О, я так смогу обыграть сейчас Все, пора сдохнуть Прикосновение Все Победа Леший, выдавай мне, блядь, глаз Я уже не могу Да будет свет Леший, выдавай мне глаз Я уже не могу Возможно, тебя устроят что-то из этого Так, какие карты там? Человек-крот? Чего, бля? Непоколебимый человек-крот Самая надежная защита Да, правда, без урона, как обыкновенный крот Лицом к лицу Одолеть охотника Охренеть Ладно, выберу 13-е дитя Из-за его бесконечного пожертвования А теперь Выдавай мне новый глаз, старик Ага, желаю, блин А это что за глаз? Глаз магнификуса не стал выбирать Потому что мы уже и так малорослого получили И кольцо Которое, кстати, нам нужно Так что да Расправившись с охотником и лавочницей Ты продолжил путь Вдалеке заверцал свет Конец был близок Дай-ка подумать Охренеть, какой короткий путь Предметов у меня, кстати говоря, не к черту Так что давайте за ними Белка Часы для пропуска хода И на всякий пожарный, если нужно Давайте в бой Ну давай Твой взгляд приковала маленькая хижина Ее свет стал для тебя маяком В гнетущей ночной тьме Наверняка 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 эта хижина Положит конец твоим мучениям Наконец Можем выходить Опа Че? Какого? А зачем, блин? Леший В нескольких шагах от хижины Тебе был уготован шанс Я не даю свои дары Кому попало Если пройдешь мои испытания Получишь почетную награду Опять испытания Испытание крылатых У одной из трех случайных карт Должен оказаться символ летунов Испытание шкур Одной из случайных шкур Одной из трех случайных карт Должна быть пушнина Угу Испытание рейтинга 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 Испытание рейтинга Одной из трех случайных карт Должна быть редкая карта Я не знаю Че даже выбирать Че это за обороты Надеюсь мне шкуры Нет Шкур у меня как бы Много Но мало Ведь если он вытащит Из этого всего Обыкновенную карту Все при том-то То мне пипец Да и тем более Летунов у меня Слишком мало Да и редких тоже Немного Потому что всего редких Можно выбить три нафиг И это тем более За все битвы с боссом Так что давайте шкур Да и начнется испытание шкур Да Ха-ха Спасибо Охо-ха Ах волчья шкура Пушнина Победа Давай мне дары Бля Ты получишь один Из моих драгоценных даров Карты способны Изменить исход игры Тебе даже не придется Искать их в колоде Опа Дар леса В начале каждого раунда На всех ячейках владельца Будут стоять пихты Опа Сорока Дар сорочьего ока Когда Настанет Время взять Новую карту Можно выбрать Любую карту Из своей колоды Дар повелителя Дар повелителя костей В начале каждого раунда Дается сразу восемь костей Лишнее место не хочу занимать Да и дар сроки мне тоже нужен Так что Для малорослого Давай Повторим это еще раз Ты че? Не надо Это что? Испытание кольца Если в твоей колоде есть Кольцевая карта Ты моментально проходишь испытание Испытание проворных У одной из твоих трех случайных карт Должен оказаться символ бегунов Испытание плавников У одной из трех случайных карт Должен оказаться символ амфибий Но у меня их мало Поэтому Попробуем Да и начнется испытание кольца О, красивое у тебя кольцо Разумеется ты проходишь испытание Нифига себе Выбери сам свой дар Опа Снова дар Но я читать не буду Это че? Дар амбидекстри В начале хода Можно взять сразу две карты А это че такое? Дар козий кробин В начале каждого раунда На доске будет лежать козья Черная коза Ладно, давай-ка это Ну теперь Когда у меня есть два нужных мне дара Я могу сразиться с тобой, леший Тебе удалось получить оба моих дара? Я редко этого говорю Но я впечатлен Ты был достойным соперником Но, к сожалению Скоро я предам тебе Скоро я предам тебе смерти Давай, леший Я готов к бою Ну давай, леший О, так вот как он выглядит А ты не торопился, как я вижу Охренеть у тебя лицо, мужик Мда Просто зашибись Ну что-то мы наконец-то увидели лешего Жду и дождусь новой игры Готов играть? А я могу отказаться? Ладно, сыграем, леший По твоим правилам Надеюсь, ты хорошенько подготовился Конечно Конечно Нужное мне взял Конечно Каждая свеча Традицию Может Добавим еще одно На всякий случай Че? Стоп, че? А ты не охренел ли случаем? По правилам Играет скотина О, у него крот Серьезно? Ну тебе пи... Да Ты че, издеваешься? Оу Я ж могу установить ход Так шо? Не пытайся Господи, блин Туда Белку Тоже туда И тринадцатое дитя Тоже туда Ну и белочку На всякий случай Это пипец какой-то Я не ожидал Пропускаю ход Давай Дорогой Как раз таки сработало Малорослый Подумай над этим Малорослый Мне ничего не надо Так Возьму Возьму свою собственную карту А именно А именно Фофла Ведь он вырастет И все Это может Так, ладно Убиваю тринадцатое Убиваю густого И вот Охренеть просто Мне везет Хотя я могу сохранить его году А вот в чем дело Эта скотина просто не щадит Ну, у меня же Фофлу еще есть Так что Первую жизнь снесем Ох, господи боже Это только первая жизнь А то ты Ты ловко защищался От редких существ Но истинное испытание Ждало впереди Перед тобой Появились темные силуэты В их глазах Виделось не только Сознание родства Но и еще Глубокое чувство вины Они тебя предали В смысле Эту карту Я часто вспоминаю Теплотой Какого хрена Фофл же у меня в колоде Почему ты его представил Эту карту Я часто вспоминаю Теплотой Ты Ты не посмеешь Ты не посмеешь Скотина Я всегда буду горой За всех своих И ты Не посмеешь Эту изменить Клоп Очередь твоя пришла Салюта 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 Эльдвадор И Горностай Раз уж вы все Хотите отомстить Лешему То давайте Вы сделаете Это вместе Только Я тебе Горностай Могу доверить Это Допустим Ну а теперь Вот Ха-ха Хоть это работает И на все Но ты не учел Одного Леший Я тут Вла Ах да У этой же хрени Была защита От летунов Ну ладно Зато мы Доливаем Уже Ни хрена Ого Че он повернулся На луну Проклятая луна Она Она Привносит Драматизм Но в игре От нее Никакой Пользы Нет А что Если Ты 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 Не охренел Сну Мы уже Фуфул Прикосновение Смерти Вот Теперь От нее Есть Польза Да Хоть и Один Урон Он Блять Мне Он Мне Собака Всех Тут Снесет Ты С ума Сошел Мужик Не Я Помирать Еще Не Готов Мужик Я Еще Не Готов Помирать Дай Дай Мне Пощады Тварь Угадай Мне Пощады Ну хотя У моего Фуфул Прикосновение Смерти Так что Конец Тебе Готовься Бан 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 И Бан И Прикосновением Вдобавок Ты И Вправду Уничтожил Луну Пожалуй Теперь Тебе Осталось Только Покончить Со мной Продолжай Возьмем Только Белок Ведь Уже Мне Ничего Другого Не Остается Кроме Кроме Как Покончить С Лешим Прощай Леший Мне Было Весело С тобой Играть Но Теперь Окончим Долгоиграющий Акт Прощай Скотина Охренеть Сколько Урона Правда Это Уже Не Играет Никакой Роли Прощай Леший Я Тебя Победил Первый Акт Окончен Я Кажется Я Его Победил Что Это Было Упс Окончательная Победа Победить Лешего Стоп Это Чего Сейчас Было Только Что Что Камберкс Читапы Опа Ролики Вот Черт Нифига Черт Делать Привет Всем Картежникам С вами Лаки Карт И Это Очередная Распаковка Карт Сегодня Открываю Набор Собери Их Всех Кстати Да Самое Забавное Что Могу Читать Диалоги Останавливая Видос Так И Хочу Так Найти Эпического И Хочу Так Найти Эпического Блестящего Транссендерга Транссендерга Кстати Да Это Отсылка К покемонам И на слоган Собери их Всех И К тем самым Реальным Карточкам По покемонам Относится К эпикам Да Блестящий Через арт Который Тут Называется Транссендингом Я хрен Проговорю Его имя Блин Тут Я добавлю Эффектов С С Громом Или Типа Того Ну да Конечно Потому что Это видео С камеры И Да На ютубе Блин Собака Можно уделить Все что угодно Итак Дамы и господа Я открыл Итак Дамы и господа Я открываю Свой первый набор У меня Хорошее Предчувствие Очень Хорошее И Что тут У нас Наша Первая Редкая Карта Это Берез Это Березкин Стоп Березкин Это уже ранее Чего Бля Не очень Конкурент Не очень Конкурентно Способная Не очень Конкурентно Способная Не очень Конкурентно Способная Но зато Красивая Карта Так следующий набор надеюсь этот будет получше кстати эти карты очень лишь очень шелковистые они такие гладкие не уверен не уверен чем их обрабатывают на фабрике но но держать их спокойно держать их сплошной кайф и так что тут у нас простые карточки может может добавлю их свой запасной арсенал и редким тут оказался банда не очень увлекательно но у нас еще куча упаковок следующий набор готовься этот момент я вырежу возможно ему и выпал не очень удачный пак раз он решил этот момент вырезать но тем не менее мы повстречали лаки кардера кстати так не смотрел историю по 03 то вы все знаете настоящее имя лаки кардера до люк так что давайте посмотрим на все остальные видео люка так следующее это от 2 ноября привет всем картежникам с вами лайки с вами лаки кардер и это распаковка винтажных карт сегодня я открою сегодня я открою супер и супер арить супер аритетные наборы с одной игра с одной гаражной распродажи у меня четыре набора inscription вы не поверите как дешево ним не стоили как дешево не обошлись не все из вас не все из вас вспомнить эти карты даже в детстве их встречал крайне редко то есть они были еще с детства люка пипец нафиг почему-то они выпустили только одну партию после чего перестали рынок сейчас для них небольшой но за такую цену уже нечего терять тем не менее файлового бога богомолов файлового бога бога богомолов можно продать за пару сотен долларов кстати да у меня бог богомолов один уже был мне блин просто повезло я победил лешего наконец просто первый акт окончен я опять серии не могут этот долбаный акт пройти а тут все уже я бы хотел бы еще с лишим потусить реально без шуток хоть я ненавижу лешего за его рандом но я бы хотел бы еще с ним потусить реально потусить бы с лишим я еще бы хотел так что скрестим и так что скрестим пальцы арты конечно классные проверку времени не прошли редкая карта у нас здесь синий маг стоп синего мага я не встречал лешего возможно это какая-то другая карта потому что как мы помним у лешего это всегда животные никаких магов ничего выглядит прикольно но за нее много нет много не отвалять много не отвалит так поглядим что у нас что у нас во втором наборе это упаковка уже открывали это упаковка уже уже открывали до меня надеюсь редкую карту не стыбзили было бы фигово согласен люк мы же все гонимся за редкими вот и за редкими че ну серьезно кто стал бы открывать и снова запечатывать упаковку хм на этой карте написаны координаты похоже их вписали тут ручкой 49 градусов северный и 123 градуса западной широты кажется могу ошибаться но по моему это недалеко от меня ё-моё намечается что-то прикольное так теперь посмотрим ролик который вышел на день позже а именно 10 ноября события которые будут происходить аж в три ролика собак и тут есть какая-то видео ошибка и ведет 10 ноября ладно посмотрим этот видос итак ребятки я тут классно провожу время со мной тут надежный налобный фонарь и лопата надо всегда быть наготове детишки ну все начнем он чё будет тут копать так ладно мы уже близко наверное если конечно там и вправду что то есть иначе в пустую иначе в пустую потрачу время иначе в пустую потратил свое что-то заключила а тут ошибка оно не закончено не реально я пытаюсь но она не заканчивается ладно давайте посмотрим второй ролик от 3 ноября ладно вот поэтому всегда берите с собой запасную батарею мальчики и девочки а то есть у него батарея села в этом моменте понял всегда нужно быть наготове так ладно мы пришли а теперь копаем охренеть считалка или он в этой области сейчас будет копать на 75 процентов уверен что это просто камень но есть лишь один способ это проверить так и чё там зары то что это блин что это блин такое о боже ребята я не могу поверить тут действительно что-то лежит что это что это чё дискет так дискета инскрипшн это что самоигра в которой мы играли что она закопана там чего что за ребята вы это видите я я чего-то не понимаю я чего-то не понимаю то есть люк откопал дискету с инскрипшн но в принципе мы за него то играем правда почему леший к нам обращается то как маль то как к мальчику то как с девочкой блин ладно теперь последний ролик кто вообще сейчас пользуются дискетами 11 баксов за дисковод фойловый право фойловый по работе вели стоил больше да вот видите это вселенная связан с the hex потому что в нем также присутствовал фойловый по работе вели и по ходу по фразе люка он стоит намного больше чем чем тот и дисковод для карт для дискет кстати да в реальной жизни он стоит намного больше и для участников не и для участников а который будет позже после прохождения инскрипшн им это стоило в 200 с чем-то баксов а вы понимаете на на рубли это не дешевая сумма примерно стоит столько же как тот самый фойловый по работе вели наверное потому что цену нам тут не указывают ладно сойдет вал суперское видео но теперь посмотрим финальное видео от 10 ноября ну ладно пора узнать что здесь спрятано а вот и дисковод для дискет стоп это же такое же интро что у нас было в начале серьезно это самое начало когда мы встретились с лешим то есть это видео является началом началом нашего пути ну ладно можем выходить да погнали и чё леший так ладно я редко чест я редко чест у игроков и еще реже дарю подарки но ты соискатель воистину достоин забудь о манерах смакуй эм это чё за торт блять ты что ты чем-то недоволен тебя ждет приз ты хоть понимаешь что это гневое мясо мужик так ладно ну ладно идем со мной встань вон там ребят камера берем ха ш кто его тебе дал ну неблагодарный мерзавец сдай сюда быстрей быстрей кстати да в нашем случае было бы неблагодарное ну мы наконец-то обыграли ли шава это новая игра ха ну что как ты теперь чувствуешь в этой карте за все мои страдания скотина а это чьи тела тут лежат чё за дичь ладно ё-моё это ж такое же сочинение возьмем и теперь чё тут больше ничего тут выходить только наверняка где-то надо а куда мне выйти походу тут ничего не остается кроме как выйти в главное меню о появилась давайте вставим да начнется новая игра наконец-то блин о господи опа шо происходит ё-моё сто один процент нафиг так и чё там происходит испокон веков миру были невид неведомы карты до тех пор пока не прибыли переписчики вот они все леший гримора п-03 и магнификус у каждого из них был свой почерк для создания карт гримора своим пером сочиняла усопшим эпигафии леший своим фотоаппаратом запечатлел зверей дикой природы по своим сканерам чьи частым копировал процессор роботов а магнификус своей кистью изображал тех кто учился у него волшебству сформировав карты переписчики укрепили свою власть пока в один прекрасный день не появился соискатель с целью заменить одного из переписчиков обновление начать новую игру зашибись ребята это ёппа бар где это мы выберите стартовую колоду чтобы избрать свою цель давайте я выберу пак гриморы ваша цель заменить гримору и стать переписчиком мертвых давай колоду карты добавлены в вашу коллекцию охренеть это чё такое ни хрена это что что это а чё смаз Ребекка Ребекка здорова а чё меньше тебя то ладно уф я уже собиралась всё тут я уже собиралась всё тут забросить но наконец-то заявился соискатель и мне снова надо и мне снова надо работать я дострою этот мост через через сколько говорю сразу я дострою этот мост этот мост не раньше чем ты одареешь одного из переписчиков так что вернись попозже ну раз я что собираюсь заменить гримору так что к ней сходим охренеть чё там при ты пришел чудесно я гримора переписчица мертвых до недавних пор я осталась опозоренной но кое-какие неожиданные друзья вернули мне былую славу в смысле опозоренный если желаешь бросить мне вызов то сперва прояви смекалку ты должен понять где находится надгробие моих любимых гулей 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 тысяча минус семь были так мне надо кое-что достать ребята сейчас где там мои листы у меня уже имеются а вот ручку придется доставать да нам тут придется запоминать каждую каждое имя дату смерти и собака причину смерти тех мертвых которых мы встречали так что мы будем на готове так что вот да правда перед тем как узнать их дату смерти надо их обыграть так что так обыграем первого у которого который рядом с колодцем так кто-то забыл выключить кондиционер да вы что серьезно здесь здесь дубак страшный может партия в карты меня разогреет ой что-то не так с твоей колодой проблема точнее с количеством карт карт точнее с количеством карт в ней у тебя ведь их двадцать верно двадцать стоп я могу проверить свою карту нахрена себе у меня могильщик нифига себе так да ладно я могу узнать кто там у меня скелет скелет погибает сразу после атаки не лучше драуарг драуг драугар нельзя пожертвовать когда драу когда драуарг погибает существо находящееся внутри этой карты вырывается наружу и это по очертанию скелет так могильщик дарит своему владельцу одну кость в конце его хода у зомби ничего интересного ну и с фрэнком иштейном ничего кроме колоды гримора у меня ничего нету мало все а это что тут лежит вы нашли обломок эпиграфии надпись не держит обиду а я забыл так запомним угу так не держит обиду записали так тут следующий эпиграф эпиграф так надпись съеден голодным псом так и или до 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 Так. А тут что лежит? Опа! Вы копошитесь в костях и находите набор карт. Вы получили смертоносный набор карт. У Лешего я этого даже не получал. Так. Угу. Кроме нами уже знакомых, тут есть еще одни. Всадник без головы. Охренеть. Тринадцать аж! Летун, дополнительно в конце хода владельца Всадник без головы перемещается в сторону. Изображаем изображенную на символе. Но это мы уже проходили. Корабль-прирак. Амфибия. Дополнительно. В конце хода владельца корабль-призрак перемещается в сторону. Изображенную на символе. На освобожденной ячейке появляется. Появляется скелет. Хм. Этого мы не видели. Следующее. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Существуют против и соратники По сторонам Получают 10 единиц урона Ладно Добавим На ту карту я уже посмотрю Вот На эту карту А это маг Ученица мага Если на доске у владельца нет Максов Ученица мага погибает Это у магнификуса Так ладно Добавлю этих к себе в колоду А 13 костей А что это за валюта Зато кровища нет От кровушки Можно и воздержаться Так больше я ничего не могу Подробить кроме могил Съедет голодным псом Не держит обиду Но это единственное Что нам известно Остальное нам надо узнать От тех мертвецов Так ладно Подеремся с вот этим Стало нам Стало нам Стало нам Не ожидал Не ожидал меня здесь увидеть Но ты же взял Мою стартовую колоду Чтобы играть моими картами Тебе нужно собирать кости Ты получаешь кость Когда Откуда этот Откуда этот Откуда этот Остекленевший взгляд Хм Чудесно Ты уже знаком с правилами В мое время Пребывание в образе насекомого Было Было потрачено не зря Стоп В образе насекомого То есть это она была С жуком-навозником Стоп Ее облик Он очень похож А у П-03 Это телевизор Значит он был им Значит он был горностаем А у Магниф А у Магнификуса Не было глаза Значит А мы взяли его глаз Значит Значит он был Значит Малоростой Был Магнификусом Ну зачем Леший Превлетил их Троих в карты Зато мы отомстили За них всех Ну погнал Просто Кстати да Скелеты тут Бесплатны Мда Жаль тут Нужны кости А жертвовать Мы будем только тогда Когда Че блин Кто-то Зачем Так Так Груда костей О Кости даже прибавились А Блин Так Ученица А я и забыл Что она умирает Без ничего Блин Ладно Пусть погибает И че О Скелет Так Груда костей Ага Вот в чем дело Так Ладно Груда Это Пипец Какой-то Я так Сейчас Умру Нафиг Я Я Ще Так Умру Оставь Меня Хоть Нахрена Я Я Это Тут Опа Он Нырнул Какая Смерть Нахрой Я Да, пожалуйста, давай по-быстрому. Ага. Вот что у него тут. Да что за хрень? Костяная гончая. Когда существо противника встает напротив, напротив встает ячейки, костяная гончая занимает эту ячейку. С этим мы уже знакомы, я понял. Так, в груду костей. Возможно, с Гримойрой... С Гримойрой, возможно, сражаться было плохой идеей. Хотя нет. Не такой уж и плохой! А. Ай, груду костей, пипец. Везет тут ограничений... А, тут так же работает система весов. Понял. Ну тогда окей. Да и все равно эта хрень распадется, когда уже все будет. Бля. У нас скоро будет ГБЛа. А у меня костяшки-то и не вечные. Так что, все. Это пипец какой-то. Ладно. Давайте вместо этого сразимся с другим. Возможно, он хоть... Возможно... Не, вы сейчас серьезно? Опять? Ладно. Придется снова с Лешим сразиться. Здорово. Перестань дрожать. Единственное, чего тебе стоит бояться, так это собственные некомпетентности. Ну прости, что я тебя в... Что я тебя в карту превратил? У меня не было выбора. Либо ты, либо я, бля... Узри меня. Я леший. Переписчик зверей. Да я уже понял, кто ты. Мы оба желаем сражения. Но для начала... Ты зачем мне даешь свой... Свой фотоаппарат? Я знаю, о чем ты думаешь. Нет. Это не мой легендарный фотоаппарат. Не тот, которым я создавал карты зверей. Мда. Это всего лишь дубликат. Можешь взять его, чтобы снимать зверушек в лесу. Мои переписчики... Старатель, рыболов и охотник. Стоп. В них же он и перевоплощался с помощью карт. Прежде чем с тобой сразиться, они захотят увидеть твои... Твои снимки. Вернись, когда сразишь их всех. Так. А че? Я туда... Это... Лавочница! Хочешь что-то купить? У тебя часом... При себе нет шкурок? Нет? Обидно. Но. Я так же принимаю файловые карты. Блин. О, горностай. Он теперь обычный. И тут капли крови. То, что мне и надо. У меня только пак мертвых. Так что... Стоп. Бля... До меня только что-то дошло. Со своим паком я ничего не могу сделать. Опа. Рыбак. Нет. Нет рыбки. Нет прохода. Понял. С тобой, охотник, я даже разговаривать не буду. Ладно, пох. А, это старатель. Проклятие! Это прок... Это проклятая псина опять запугала... Опять заплутала. Хочешь пройти дальше? Хотеть не вредно. Сперва мне нужно убедиться, что моя девочка цела. Так. Не переживай, старатель. Мы найдем твою собаку. Так. А пока я открою пак мертвых. Гризли! Ха-ха! Угарь. Я этого не видел ранее. Я этого ранее не видел. Угарь-амфибия. Дополнительное дополнение. Когда на доске появляется Угарь, владелец карты получает одну единицу энергии. А это еще одна валюта, оказывается. Как раз таки для ботов. Клубок из белок. В конце хода владельца клубок из белок перемещается в сторону. Изображенный на символе. А на освобожденной ячейке появляется белка. Так. Изумрудный Мокс. Нельзя пожертвовать! Пока изумрудный Мокс на доске. У его владельца есть зеленый самоцвет. Так. Машкодрон. Машкодрон атакует противник напрямую. Даже если напротив есть препятствия. Но это летающие. Я понял. Добавляем. А тут что лежит? Ничего не лежит. Так, ладно. Сходим туда. Рыбака, не возражаешь, если я там... Кое-что сделаю? Бля, и рыбки-то и нет. Где я ему рыбку-то отыщу? Рыбак, как я для тебя рыбку-то отыщу? Мокер. Опа. Тут что-то есть. Клевер? Ого. Опа. Лосось. Амфибия. Дополнительная. В конце хода владельца лосось перемещается в сторону, изображенную на символе. Карта добавлена в вашу коллекцию. А это что такое? Ээээ... Что сейчас было? Угу, плотно. Но на нём я переплыть-то я не смогу. А мне нужно сфотографировать твой налево. Что делать? Так, лист клевера я подобрал. И мне интересно, он будет так же работать, как и... Как и тот лист клевера, который у меня был. И как мне найти... То, что надо. Угу. Так, в этом случае у него ничего нету? Нет. Из того, что мне нужно, нету. Да и тут-то ничего-то я не починить. Так. Ладно, походу, придётся разбираться с приспешниками Гриморы. Раз у меня нету возможности пройти. Давай. Я готов. А, тут клевер, значит, работает по-другому. Он не работает так, как нужно. Понял. А, максы нам нужны. Так. Жертвуем костяшками. Я вообще... Кость зачем-то не дает нам дали. Зомби. Зомби. У меня на него даже ничего нету. Блин, а у максов-то у меня нету. Он умирает. Понимаем. Так. Угу. Магельщик даёт нам кости. Ну и логично. Да, в принципе, логично. Ну ещё у него костяшки. Блин. Так. Мы уже уравниваем шансы. Так, снова даёт кость. Давай, убивай зомбаря. А-а-а. Я забыл про это. О. Хм. Плюс энергия не помешает. Бан. Давай костяру. А-а-а. Забавно, если он у меня уплывёт нафиг. Стоп. Значит, он будет бить. Пипец, блин. А это три урона у меня, блин. Как назло. Ладно, у меня всё равно вот это вот. Так что он просто собьёт всё. А-а-а. Всё. Теперь он будет... Теперь больше не угрожать никто не будет. И я могу спокойно бить приспешника гриморы. А-а-а. Не. Не спокойно. Блин, надо будет как будто исключить. А, я могу исключить только на один раз. Ладно, прости, могильщик. Блин, нахрена. О! Так ныряет. Блин. Не прибили гримору. Так, под воду. О! Вот это неожиданность, однако. Ладно, Грисли, давай выходи на бой. Так, этого недостаточно. Нужна большая сила. Так. Бан. Меньший урон. Получены файловые карты. Ну, файловые, бля. Так, победили. Ты победил. Ну, теперь. Мне чуть теплее. Возьми один набор. Считай это подарок. Ого, спасибо. Так, что мне выпало? Саркофаг. Саркофаг перевоплотится во взрывную особь после первого хода. Груда костей используется при нажатии. Отдайте две кости. И груды костей получат одну единицу здоровья и силы. Система улучшения. Но это мы уже выяснили. М9. М9 Бо. Мясо Бот. Ну, или М9 Собот. Когда М9 Собот. М9 Собот. Переносится в жертву. То вы получите три капли крови. Вместо одной. да приносится в жертву так но теперь сторожевой дрон сторожевой дрон наносит одну единицу урон на существу занявший занявшему ячейку напротив ладно давай раз уж ты победил мне придется признаться меня зовут кейс меня зовут кейс кейси хоббс так что далее мое имя написано на надгробии слева опасного обломок кейси хоббс тысяча девятьсот семьдесят семьдесятый умерла в зиму 92 стопы где следующее опа снова обломок надпись дефибриллятор не помог так это мы напишем а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Так, в колодце тут еще что-то есть Вы нашли карту в колодце, она была влажной И в нее стекали чернила Нифига Утопленная душа, амфибия, дополнительная Когда утопленная душа наносит Наносит обидчику урон, тот сразу погибает Ага, прикосновение смерти С этим мы тоже знакомы Так, а тут что? Опа, здорово Я могу купить пак Давайте пак купим Так, и у меня Ага, повторка сторожевого Так Владыка мумий Некромант Когда одно из ваших существ умирает Его возвращают к жизни Его возвращают к жизни Чтобы лучше убить Костяная гончая Но мы с ней уже знакомы Так Крольчатник Когда на доске появляется крольчатник Вы получаете кролика Кролик Силы 1, здоровье 1 Ну, в принципе, это типичная белка За подгончик Спасибо Раз на могилке слева То Так Ладно Самое известно, что тут есть Это ее имя Так что Не будем долго блуждать Победимка следующего О нет Ты вернулся Прошу Не затягивай с этим Да я ее не затягиваю, мужик Так Так Так, даже если он меня все равно бьет То Это ничем не поможет Кстати, да Кровь тут теперь накапливается А не просто Отдается в никуда Ради того, чтобы Ну Получить выгоду Блин Карта выбирается случайно ты сейчас серьезно нет против такого мнения по шансу как груда костей охренеть снес ладно сразимся следующий огонь я прошу оставь меня тут чё чё живая долька лимона на подходе ярко и сочная как и долька лайма думаешь что сможешь выжить из меня поражение моряк пипец блин ты чё серьезно так но я могу поменять раздачу карт но я этого делать не стану так вот это так груди костей так смогу до костей могильщик дает одну кость защитимся не кобзда ничего так груди костей давай чёрт ни хрена шумни нету придется с собой жопать могильщик выкапывает кости ну я уже понимаю что ты выкапаешь просто ну нет да 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 ну нет ты серьезно сейчас просто спокойно сейчас просто спокойно мы все равно уже обыграли одна одна файловая карта так ну что ж победили ты-то у нас кто ах ты ж апельсин не в голланды сперва возьми-ка это так новый пак так и что там выпало знакомый нам драугер груды костей восставший восставший погибает сразу после атаки улучшенная ну в принципе то улучшенный скелет с кошкой мы знакомы она выживает после того когда мы ее когда мы ей жертвуем так сапфировый мокс нельзя пожертвовать пока сапфировый мокс на доске у его владельца есть синий смысл цвет давайте возьмем и раз уж ты меня в пух и прах уделал я тебе расскажу свой секрет звать роял над гроби справа вот тебе верхушка так роял обломок эпигафии роял домингес домингес ни хрена себе ты когда же ни хрена себе и меня убр 3 в 2 и очень убр ладно забрались а тут у нас шо так саркофаге помимо всего прочего вы находите обломок и пигафии лед упал на голову стоп у кейси же лед в башке так так чё-то так записал а тут что среди среди шмеков и по и по гу и по грохов вы находите набор карт так но набор так же какой нанча банши атакует противника противника напрямую даже напротив есть препятствий даже против есть enlighten если даже напротив если напротив есть препятствие мертвую рукан наш им гтт когда на доске får является мертвой рука вы теряете все то что было у вас в руке а затем берете четыре новые карты с саркофагом и гончи мы уже знакомы гонщики просто направляется туда где мы поставили карту так а тут у нас шо слой это нашли обломок эпигафии надпись лечить было нечем давайте присудим обломок нашей кейси так так а у этого товарища нету ничего мы выяснили что ройланда справа дорога справа этот товарищ по ходу в середине и был съеден голодным псом так а вот эти вот пока что нам ничего не говорят ладно ребят на этом мы и закончим наше психотерическое путешествие если вам понравилось это видео ставьте лайки и подписывайтесь и не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропускать мои новые видосы пока